Беседа 63.642.19.16 И вот некто подошел, сказал ему, учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Некоторые обвиняют этого юношу в том, будто он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством, и при том с намерением искусить его. Но я скорее согласен назвать его сребролюбцем и невольником богатства, так как в этом же самый Христос изобличил его. Укорять же юношу в лукавстве я отнюдь не намерен. Небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем, и особенно судьей обличителем. Да и Марк отдалил такое подозрение, когда сказал об нем, что пришел и поклонился, вопрошая его, еще и сужа, звенул на него, полюбил его. Марк 10.17. Отсюда видно, как велика власть богатства. Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны. Богатство истребляют все эти добродетели. Вот почему и Павел справедливо назвал его корнем всех зол. Корень же всякого зла есть в сребролюбии, говорит он. 1 Тимофей 6.10. Но почему Христос отвечает юноше такими словами? Никто не благ. Юноша подошел к нему, как к простому обычному человеку. И считал его просто учителем иудейским. И Иисус и беседует с ним, как человек. И часто говорит он приспособительно к мнениям, обращавшись к нему. Так, например, а мы кланяемся, знаем чему, или я свидетельствую о себе, и о мне свидетельствует и свидетельство мое истины, ибо Отец свидетельствует о мне. Итак, когда он сказал, никто не благ, то этим не хотел показать, что он не благ. Да не будет этого. Ведь он не сказал, почему ты называешь меня благим. Я не благ. Но никто не благ, то есть никто из людей. Впрочем, он этими словами не лишает благости людей, но только отличает последнюю от благости Божией. Почему и присоокупил, никто не благ, только Бог един. Не сказал только Отец-мочь, чтобы мы знали, что он не открылся юноше. Точно в таком же смысле назвал он выше людей злыми, когда сказал, если вы, будучи злыми, умеете доброе даяние делать детям вашим. И здесь назвал он их злыми не с тем, чтобы изобличить возле всю природу человеческую. Сказал вы, а не все люди, а с тем, чтобы только сравнить благость Божию с благостью человеческую. Почему и присоокупил. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Но говорит, что заставило Иисуса Христа и какую он имел цель так отвечать юноше? Без сомнения ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству, отучить его от лести, отдалить от пристрастия ко всему земному и приблизить к Богу, возбудить в нем желание благ будущих и, наконец, научить его познание истинного блага, источника и корня всех благ, и ему-то одному воздавать честь. Подобно этому же, когда Христос говорит, не называйте учителя на земле, говорит так по отношению к себе, и чтобы научить, каково первое начало всего. И юноша показал немалое усердие, когда сделал Иисусу Христу такой вопрос. В самом деле, тогда, как одни приближались к Иисусу с намерением искусить его, а другие, по причине своих собственных или чужих болезней, он подходит к нему и беседует о жизни вечной. Тучно была земля и способна к водородию, но множество терния заглушало посеянное. Смотри, как он доселе готов был к выполнению того, что бы ни повелел Христос. Что мне делать, говорит юноша, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот готовность его исполнить по велению учителя. И если же бы юноша подошел к Иисусу Христу с намерением искусить его, то это показал бы нам и евангелист, как он действовал в других случаях, показывая это, например, в истории о законнике. Но если бы и сам юноша утаил свое намерение, то Христос не попустил бы ему утаиться. Он или явно, или намеками обличил бы его, чтобы мы не заключили, что юноша, обманув его, утаился, а таким образом поругался над ним. Сверх того, если бы юноша подошел к Иисусу с намерением искусить его, то не отошел бы с печалью о том, что услышал. Никто из фарисеев никогда не испытал в себе такого состояния. Напротив, все они, будучи опровергаемы Иисусом, еще более ожесточались против него. Не так поступает юноша, он уходит с печалью. И это служит признаком того, что он подходит не с коварфным намерением, хотя и не с совершенно чистым. Желал наследовать жизнь вечную, а обладаем был страстью гораздо сильнейшую. И так, когда Христос сказал, что ты называешь меня благим, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он немедля спрашивает, какие? И спрашивает не из-за того, чтобы искушать Иисуса. Нет, а думал, что кроме заповедей и закона есть еще другие, которые будут его путеводителями в жизнь вечную. Так сильно было его желание спастись. Но когда Иисус пересказал ему заповеди и закона, он говорит, все это я сохранил от юности моей. И на этом не останавливается, но снова спрашивает, если хочешь быть совершенным, юноша спрашивает, чего же еще не достает мне? И это тоже было знаком сильного желания им вечного спасения. Немаловажно то, что он не почитал себя докончившим дело своего спасения, а думал, что сказанного им еще недостаточно к получению желаемого. Что же Христос, намереваясь предписать заповедь трудную, он сначала предлагает награду за исполнение ее и говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. 644. Видишь ли, какую награду и какие венцы обещает Христос за этот подвиг? Если бы юноша искушал его, то он не сказал бы ему этого, а теперь и говорит, и чтобы привлечь юношу к себе, обещает ему великую награду. Предоставляет все собственной его воле, прикрывая всем этим трудную сторону своего повеления. Потому-то прежде, нежели говорить о подвигах и труде, предлагает юноша награду, если хочешь быть совершенным, и потом уже говорит, продай имение твое и раздай нищим. Далее, опять награда, и будешь иметь сокровища на небесах, иди вслед за мною. 844. Так как следовать за Иисусом великая награда, и будешь иметь сокровища на небесах, так как речь была о богатстве, то Спаситель повелевает юноше оставить все, показывая, впрочем, что Он не только не отнимает у Него богатство, но еще и присовокупляет к Нему новое, превышающее то, которое повелевает раздать. 944. Настолько превышающее, насколько небо превышает землю, и даже еще более. Под сокровищем же Он разумеет обильную награду, сокровище единственное, которого никто похитить не может, представляя его юноше сколько возможно по-человечески. 1044. Итак, недовольно презирать богатство, а надо еще напитать нищих, и главное, последовать за Христом, то есть сделать все то, что не повелит Он, быть готовым на страдания и даже на смерть. 1044. Если, говорит Он, кто хочет идти за Мною, пусть отвержится себя и возьмет крест свой и следует за Мною. Конечно, заповедь, проливать собственную кровь гораздо труднее заповеди оставить свое богатство. Однако же исполнение последней немало способствует исполнению первой. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вслед за тем, евангелист, желая показать, что он не без причины, печаль прибавляет, потому что имел большое имение. Действительно, не столько имеет препятствия на пути ко спасению те, которые владеют немногим, сколько те, которые погружены в бездну богатства. Потому что страсть к богатству тогда бывает сильнее. И я никогда не перестану повторять, что приращение богатства более и более возжигает пламя страсти и делает богачей беднее прежнего, возбуждая в них беспрестанно новое пожелание, заставляя через то осознавать всю свою нищету. Смотри, вот какую силу и здесь показала эта страсть того, кто с радостью и усердием подошел к Иисусу. Так помрачила она и так отяготила, что когда Христос повелел ему раздать имение свое, он не мог даже дать ему никакого ответа, но отошел от него молча, с поникшим лицом и с печалью. Что же Христос? Иисус же сказал ученикам Своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Христос этими словами не богатству порицает, но тех, которые пристрастились к Нему. Но если трудно войти в Царство Небесное богатому, то что сказать о любостяжателе? Если не давать от своего имения другому, есть уже препятствие на пути к Царству, то представь, какой собирает огонь тот, кто захватывает чужое? Но для чего же Христос сказал ученикам Своим, что трудно богачу войти в Царство Небесное, когда они были бедны и даже ничего не имели? Для того, чтобы научить их не стыдиться бедности и как бы оправдаться перед ними в том, почему Он прежде советовал им ничего не иметь. Сказав здесь, что неудобно богатому войти в Царство Небесное, дали показывать, что и невозможно, не просто невозможно, но и в высшей степени невозможно, что и объясняет примером верблюда и игольных ушей. И сказал, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Отсюда видно, что немалая награда ожидает тех, кто при богатстве умеет жить благоразумно. Потому Христос называет такой образ жизни делом Божиим, чтобы показать, что много нужно благодати тому, кто хочет так жить. Когда же ученики смутились, слыша Его слова, Он далее сказал, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Но отчего смущаются ученики, будучи бедны и даже слишком бедны? Что их беспокоит? От того, что имели слишком сильную любовь ко всему человечеству, и уже принимая на себя должность Его учителей, страшились за других, за спасение всех людей. Эта мысль очень многое смущала их, так что они великую имели нужду в утешении. Потому Иисус, посмотревши сначала на них, и сказал, «Невозможно человекам, возможно Богу». Кротким и тихим взором Он успокоил волнующиеся их мысли и разрешил недоумение. На это самое указывает Евангелист словами «воззрев», а потом ободряет их и словами, указывая на силу Божию, таким образом возбуждая в них надежду. А ежели хочешь знать, каким образом и невозможное может быть возможным, то слушай. Не для того ведь сказал Христос, что невозможное человекам возможно Богу, чтобы ты ослабевал в духе и удалялся от дела спасения, как невозможного. Нет. Он сказал это для того, чтобы ты, сознавая великость предмета, тем скорее принялся за дело спасения. И с помощью Божией, вступив на путь этих прекрасных подвигов, получил жизнь вечную. 646. Итак, каким же образом невозможное сделается возможным? Если ты откажешься от своего имения, раздашь его нищим и оставишь злые вожделения. Что Христос не приписывает дело спасения исключительно одному Богу, а сказал так для того, чтобы показать трудность этого подвига, это видно из следующего. Когда Петр сказал Христу, вот мы оставили все и пошли следить тебя, и потом спросил его, что же нам будет, то Христос определил им награду и присовокупляет, что вы в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, и всякий, кто оставит отца, домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Так невозможное делается возможным. Но как скажет все это привести в исполнение? Как может восстать тот, кем уже овладела ненасытимая страсть к богатству? Если он начнет раздавать имения и разделять свои избытки, через это он мало-помалу будет удаляться от своей страсти и впоследствии поприще для него облегчится. Итак, если вдруг всего достигнуть для тебя трудно, то не домогайся получить все в один раз, но постепенно и мало-помалу восходи по этой лестнице, ведущей тебя на небо. Как страждущие горячки, приумножающиеся внутри их острой желчи, если принимает какую-либо пищу и питье, не только не утоляет жажду, но еще сильнее разжигает пламень. Так точно и любостяжатели, по мере удовлетворения своей ненасытимой страсти, которая острее самой желчи, еще более воспламеняют ее. Ничто не прекращает этой страсти так легко, как постепенное ослабление желания корысти, подобно тому, как малое употребление пищи и питье уничтожает действие желчи. А это, спросишь ты, как может быть? Не иначе, как если ты будешь представлять, что непрестанно обогащаясь, ты никогда не перестаешь жаждать нового богатства и истаивать от желания большего, а не прилипаясь к богатству, легко можешь остановить и самую страсть. Итак, не озабачивайся многим, чтобы не погнаться за тем, чего нельзя достигнуть, не заразиться неизлечимой болезнью и от того не сделать себя несчастней всех, скажи мне, кто более мучается и терзается? Тот ли, кто желает дорогих украшений, кушаний и напитков и не в состоянии удовлетворить своим желаниям, или тот, кто не имеет такого желания? Очевидно, тот, который сильно желает и не может получить желаемого. Состояние желающего и не получающего, жаждущего и не утоляющего своей жажды так мучительно, что и Христос, желая дать нам понятие о гиенне, изображает ее точно так же, представляя в ней богатого среди пламени, последний желая капли воды и не получая ее, жестоко мучился. Итак, кто придирает богатство, тот только подавляет в себе страсть к нему. Напротив, кто желает обогатиться и умолит свое имение, тот еще более воспламеняет ее и никогда не в силах подавить. Последний хотя бы собрал бесчисленное богатство, желает получить еще столько же. Хотя бы удалось ему и это получить, и тогда он пожелает иметь еще вдвое более. И таким образом, более и более желая, он спадает в некоторый новый, ужасный и никогда неизлечимый род сумасшествия, который заставляет его желать, чтобы и горы, и земли, и моря, и вообще все притворилось для него в золото. И так знай, что не умножением богатства, но и истреблением себе страсти к нему прекращается зло. В самом деле, если бы тебе пришла когда-нибудь глупая страсть летать по воздуху, то как бы ты истребил ее? Устройством ли крыльев и других, потребных тому орудий, или путем рассуждения, что желание это невыполнимо, и что не следует даже пытаться его исполнить? Очевидно, последним способом, но летать, скажешь, невозможно, но еще более невозможно положить предел страсти и любостяжания. Легче для людей летать, нежели умножением богатства прекратить страсть к нему. Если ты желаешь возможного, то можешь утешать надеждой, что некогда это получишь. Если же невозможного, то ты об одном только должен стараться, то есть об истреблении такого желания, потому что иным образом нельзя доставить душе спокойствие. Итак, чтобы не напрасно нам беспокоиться, для этого отвергнув постоянно терзающую нас и никогда не успокаивающуюся любовь к богатству, устремимся к другой, которая и гораздо легче может сделать нас блаженными, и вожелаем небесных сокровищ. Здесь труд невелик, а польза бесчисленная. Никогда не может лишиться благ небесных тот, кто всегда бодрствует, трезвится и презирает земные блага, напротив тот, кто порабощен и совершенно предан этим последним, необходимо лишиться первых. 648. Итак, размыслив о всем этом, истреби в себе злую страсть к богатству. Ты не можешь даже сказать и того, что она доставляет благо настоящее, а лишает только будущих. Да хотя бы это было и так, и это есть уже крайнее наказание и мучение. На самом деле, однако, нельзя сказать и этого. Страсть к богатству подвергает тебя жестокому наказанию не только в гиенне, но еще прежде ее в настоящей жизни. Страсть эта разоряла многие домы, воздвигала жестокие войны и заставляла прекращать жизнь насильственной смертью. Да еще и прежде этих бедствий она помрачает доброе качество души и часто делает человека малодушным, слабым, дерзким, обманщиком, клеветником, хищником, лихаимцем и вообще имеющим в себе все низкие качества. Но может быть ты, смотря на блеск серебра, на множество слуг, на великолепие зданий и на уважение к богатству в собраниях, обольщаешься всем этим? Какое же средство против этой гибельной болезни? Собственное твое размышление о том, как это уязвляет твою душу, как помрачает ее и делает гнусную, безобразную и порочную. Собственное твое размышление, с какими бедствиями соединено собирание богатства, с какими трудами и опасностями должно его беречь, вернее же, что и его нельзя уберечь до конца. А если удастся сохранить от всяких хищений, то приходит смерть и передает свое богатство часто в руки врагов, а тебя самого похищает, ничего не имеющего, кроме ран и язв, полученных от богатства, которыми душа твоя переселяется в тот мир. Итак, если ты увидишь кого-нибудь, облеченного блестящей одеждой и окруженного толпой телохранителей, то раскрой его совесть, и ты найдешь внутри его много паутины, и увидишь много нечистоты. Представь Павла и Петра, представь Иоанна и Илью, и в особенности самого Сына Божия, который не имел где главу подклонить. Подражай ему и его рабам, и помышляй о неизреченном богатстве. Если же ты, несколько прозрев, опять помрачишься с земными благами, подобно погибающим во время кораблекрушения, то припомни изречения Христа о том, что невозможно богатому войти в Царство Небесное. Вместе с этим изречением представь и то, что и горы, и земля, и море, словом, все, если хочешь, превратились в золото, и ты увидишь, что ничто не может сравниться с тем вредом, который отсюда для тебя проистек бы. Ты укажешь на множество десятин земли, на десять, двадцать, или, пожалуй, и более домов, на столько же бань, на тысячу или вдвое больше слуг, на посеребренные, позолоченные колесницы, а я скажу вот что. Если бы каждый из обогачающихся между вами презрел эту нищету, ведь в сравнении с тем, о чем я намерен говорить, это есть нищета, приобрел весь мир, если бы каждый из них столько же имел у себя рабов, сколько теперь находится людей на земле, море и во всем мире, если бы каждый из них имел в своем владении землю и море, все здания, города и народы, и если бы для них из всех источников вместо воды текло золото, то этих богачей я не счел бы стоящими даже трех оболов, так как они лишаются царствия небесного. Если они желают тленных благ, мучатся, когда не получают их, то что может утешить их, когда они узнают цену будущих, неизреченных благ? Совершенно ничто. И так, помышляя не о множестве богатства, на том вреде, которому подвергаются слишком пристрастившиеся к нему, они из-за него теряют небесное благо и уподобляются тем, которые, лишившись великой чести при царском дворе, остаются с кучей навоза и даже еще гордятся этим. И подлинно, куча богатства ничем не лучше кучи навоза, даже еще хуже. Навоз годен и для земледелия, и для топления бань, или других подобных нужд. Золото же, закопанное в землю, совершенно бесполезно. Да и дай бог, чтобы оно было только бесполезно. Но оно в душе обладающего им воспламеняет как бы огненную печь, если и не употребляется, как должно. Каких зол оно не причиняет. Потому-то светские писатели и называли любостяжане верхом зол, а блаженный Павел гораздо лучше и с большей выразительностью назвал корнем всех зол. Итак, размышляя о всем этом, поревнуем тому, что достойно ревности. Не желая величественных зданий или дорогих поместьй, поревнуем мужам, имеющим великое дерзновение к Богу, которые приготовили себе сокровища на небесах и наслаждаются им. Мужам, которые поистине богаты, так как сделались бедными для Христа. Поревнуем им, чтобы получить нам вечное благо, благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.